Сотрудники администрации ведут личный прием граждан. Здесь же представители водоканала, энергетики и газовики. В зале местной школы нет свободного места. В этом году здесь частично заменили полы, канализацию. На средства муниципального и краевого бюджетов отремонтировали спортивный зал, установили видеонаблюдение. В детский сад закупили спортивное, игровое оборудование, проекторы и холодильник на кухню. Часть вопросов удалось решить на внебюджетные деньги. В 2016 году было выполнено большинство запланированных мероприятий. Сегодня каждый должен понимать, что в связи с напряженной экономической ситуацией в нашей стране мы не можем выполнить все, что требуется. Пытаемся из всего этого вырыть самые острые проблемные места, решения которых уже не дербит отлагательств. Хочется обратиться к жителям и поблагодарить всех, кто неравнодушен к жизни нашей станицы. Это наш дом и как он будет зависеть от каждого из нас. В минувшем году новый асфальт появился на участках улицы Приморской и переулка Парковой. Отремонтировали покрытие на дамбе, которое ведет к центральному пляжу. Тем временем жители одного из новых кварталов, где около 200 домов, попросили проложить основательную дорогу вдоль лимана к дамбе. Старой грунтовке более 15 лет. Дорога в этом нам просто жизненно необходима. Она такая же важная, как и Таманская, и как пограничная. Потому что у нас все главные дороги ведут к морю, а не к Рим. Поэтому, ну и потом эта же дорога, лицо станицы. У нас все приезжающие по ней едут. Письменное обращение собирал специальный сотрудник городской администрации. Все они будут рассмотрены. Традиционно жители станицы волнует перегрузка коммуникаций в летнее время. В минувшем году энергетики заменили часть трансформаторов, а также 700 метров провода на современный, рассчитанный на большую нагрузку. В будущем году планируется продолжить работу. Подняли вопросы безопасности. Станичники попросили приблизить полицейские патрули. В администрации пообещали поддержку. Кроме того, жители считают, что нужно установить несколько лежачих полицейских, в том числе на центральной улице. Трасса это краевая, краевого подчинения дорога. Но мы, учитывая ваше мнение, обратимся туда с просьбой внести изменения в правильное решение и на комиссии БДД рассмотреть вопрос об установке лежачих полицейских. Многие благовещенцы ежедневно ездят в Анапу. Они пожаловались на транспортное сообщение. Заместитель главы города Олег Костенко поручил профильному отделу проверить то, как ходят автобусы. У нас все автобусы главного самого рода. Все, да? То есть мы, в принципе, знаем, где задержка, где что. Протоколы за неисполнение. Каждый маршрут, уважаемые жители, он разыгрывается. У них есть страховые санкции, да, грубо говоря. Если мы будем видеть, что маршрут систематически не выполняют. Да, есть порс-мажор, да? Ехал автобус, что-то у него полетело, он сломался. Ну, случилось. Но если это происходит систематически, у нас есть административные меры, мы составляем протоколы. Мы можем вплоть до отказа этого предприятия расторжение договора с ним и заключение с другим, более ответственным переводчиком, который будет обслуживать наших граждан. В будущем году продолжат ремонт и отсыпку дорог. Планируется также отремонтировать настил на детской площадке в парке Дома культуры. Там же установить новые тренажеры, подправить тротуары. Благовещенцы подали заявку на средства краевой программы. Речь более чем о трех миллионах рублей на практически полное техническое перевооружение Дворца культуры. Звук, свет, цифровое фортепиано, новый занавес. Здесь, конечно, хочется поблагодарить главу города Сергея Павловича, заказанное внимание нашему многострадальному клубу. И появившаяся возможность закончить все-таки ремонт в этом году. Администрация окружала. Ну, будут и костюмы.